История щенка по кличке Золотце сблизила волонтера с людьми из многих стран. Домашний мини-приют собаки Себашка, собачка по кличке Золотце. Особенно по-своему знаковая собака для нашего приюта. Сегодня исполнилось ровно два года, как эта девочка попала к нам, и эту дату мы никак не можем обойти стороной. Тот день для нашего знакомства до сих пор стоит у волонтера Марины Бельдяевой перед глазами. Тогда на остановке какой-то урод пнул щенка, да так, что бедняжка кубарем улетела на проезжую часть. Хотела хозяйка передержки вцепиться ему в лицо, но побежала за малышкой, а тот человек в кавычках прыгнул в автобус, а Марина Бельдяева осталась просто с ней. Состояние ребенка меня ужаснуло, худющее, весь израненный, в покусах, порезах, с выбитым глазом. И весь этот кошмар тогда оказался лишь верхушкой асберга. Тогда я не могла представить, что девочка к своему двухмесячному возрасту еще успеет пережить остановку сердца, отеки легких, падение от температуры до критической отметки, вспоминайте дни женщина. Один день она приходила в себя, оказалось все позади, в другой день не могла поднять голову, чтобы просто попить воды. Волонтер тогда обошла все наши клиники, а врачи разводили руками. Никто не понимал, что происходит со щенком. Посылали мы тогда запросы в клиники России, Украины, Германии, но нам ничего не ответили. Но на нашу беду отвозвались многие люди, давали советы, сопереживали, помогали финансово и морально. Очень приятно, что с некоторыми мы до сих пор крепко дружим и общаемся. И вот благодаря помощи и советам, после нескольких месяцев, бесконечных хождений по больницам, бессонных ночей, череды капельниц и уколов, терапии, наверное, волшебство золотца наконец стало приходить в себя. А через полгода, когда мы пришли в клинику, наши врачи уже и не верили, что это та именно собака. Хоть у девочки остались с той поры проблемы со здоровьем, порог сердца, и она пожизнена на спецпитании, но это абсолютно не мешает ей жить обычной, беззаботной, собачьей жизнью. Более того, она знает о своей особенности, знает о привязанности хозяйки к ней и всегда позволяет себе немного больше, чем другие. Она не только стала волонтеру примером, что любые, даже самые сложные ситуации можно преодолеть, а любые безнадежные случаи можно попытаться вылечить. Главное, что после всего, что мы пережили, Марина Абельдяева поняла, она не одна со своими проблемами, а благодаря ей у нас есть друзья и без преувеличения по всему миру.